Сильно травмировать психологический ребенок, ну это надо прям постараться. Это не то, что мы должны вообще обсуждать. По крайней мере, он не умер от голода. Я нервничаю, а он плачет. Кричит там, мама дура. А он мне просто в категоричной форме, я не буду. Матерные слова говорить можно. В смысле я не буду? Я тебе уже сто раз говорила. Паясничает, кривляется, делает какие-то отрыжки. Немного неловко, что у меня такой ребенок. Два замечательных слова. Классно. На букву П. Нужно сказать пенис. Тема, я объясню тебе, что такое сломанное букву П. Хочешь справку какую-нибудь выпишите? Я повешу. Выдано адекватному родителю Наталье Подольску. Автор книги по воспитанию, основатель школы адекватных родителей и мама троих мальчиков Вика Дмитриева. Вика, я очень рада, что ты пришла к нам в гости. Я тоже рада. Я за тобой слежу, я подписана на тебя. И мне очень интересно и всегда очень созвучно все, что ты говоришь. Ну вот сегодня проверим, насколько всегда. Вдруг я сегодня что-нибудь новое скажу, скажешь, ну нет, это не созвучно, конечно. Может быть. Традиционно в начале выпуска я прошу своих гостей рассказать о своих детях. У меня три сына. Старшему 11 лет, среднему 10 лет и младшему 6 лет, скоро будет 7. То есть они с маленькой разницей в возрасте и в целом у них абсолютно разные увлечения. Эти увлечения какие-то устойчивые, какие-то меняются. Например, вчера старший сын открыл для себя бильярд и он решил, что ему очень нравится бильярд. У него было первое занятие с тренером по бильярду. У него математический слад ума, он фанат олимпиадной математики. И когда летом им задают огромный список литературы, его это вообще все не интересует, ничего не читает. Он берет учебник по олимпиадной математике и все лето решает задачки по олимпиадной математике. Это ты ему привила или у него это было? Нет, это абсолютно ко мне не имеет никакого отношения и к мужу тоже. Это просто есть что-то, что ему самому интересно. Средний сын, он учится на одни пятерки, он супер отличник, очень самоорганизованный, мотивированный. Это тот ребенок, который может в субботу вечером, когда все играют, в настолке, например, сказать, мне нужно учить английский и уйти в свою комнату, учить. Это абсолютно такой сын маминой подруги, я его называю, который даже немного неловко, что у меня такой ребенок, потому что он действительно... А родители могут шутить на эту тему? Ну мы ему-то, вот просто на ютюбе, на миллионную аудиторию, конечно, могут. А ему в лицо, он даже не поймет эту фразу сына маминой подруги. Но в целом меня успокаивает то, что при всем том, что он действительно отличник и такой ботан, он на самом деле яркий, активный звезда класса, любимец девчонок, фанат футбола, и у него есть любимые там игроки и увлечения. И он может иногда нахамить родителям, что-то грубо сказать. И в этот момент мой внутренний психолог выдыхает, думаю, ну, все нормально. Ну а младший, он пока, честно говоря, никак сильно не проявил какие-то свои интересы. Ему 6 лет, и он, как и многие третьи дети, просто для любви, радости, и от него меньше всего ожиданий. У тебя есть школа «Адекватные родители». Кто такие адекватные родители? Как ими стать? И где грань между адекватными и неадекватными? На мой взгляд, грань как раз в том, чтобы не ходить по грани. Он и не пытается положить свою жизнь во благо своего ребенка, от всего отказаться и делать все идеально, лишь бы деточке было хорошо, но и не пытается забить на ребенка, и, мол, я занимаюсь собой, а дети как-нибудь подтянутся. То есть, на самом деле, это такое искусство баланса, искусство совмещать свою жизнь, свои интересы с тем, чтобы твоему ребенку тоже было как-то хорошо. Ну и, конечно, любые крайние сверхожидания от своих детей или от самого себя, что я должен быть идеальным родителем, а они должны быть идеальными детьми, вот это, на мой взгляд, не очень адекватно. То есть, собственно, адекватные родители – это все работающие родители. Я так для себя поняла. Нет. Ну, и которые успевают уделять время своим детям. Нет. И опять нет. Я знаю кучу работающих родителей, которые, несмотря на то, что они работают, для них смысл жизни и центр этой жизни – это дети. Ну, они не могут успевать. Они сидят на работе мыслями, а не с детьми. Я поняла. Они сидят на работе и думают, какие бантики на гимнастику дочке она будет заказывать. Они занимаются работой только потому, что им нужно обеспечивать детей. Ради денег. Не потому, что она им нравится, не потому, что это их призвание в жизни, а потому, что надо ребенка кормить, дать ребенку все самое лучшее, обделив себя в чем-то. То есть, просто наличие работы у человека никак не говорит о том, что он нашел тот самый баланс. Так же, как и отсутствие работы, не говорит о том, что мама все бросила и посвятила себя детям. Вообще, далеко не всегда это так. Бывают женщины, которые действительно не работают, не ходят на какую-то работу с 9 до 6, но ты общаешься с ними и понимаешь, что вот она нашла ту самую адекватность, при которой она успевает заниматься и своей жизнью, и обожать своих детей, и делать что-то для них. Попробуем сегодня научиться этому адекватному родительству. Лечим или калечим? Я хочу поговорить про меры наказания, которые все-таки можно использовать в отношении своего ребенка. Я искренне считаю, что лет до пяти наказывать вообще бессмысленно. Ребенок еще не понимает вот эту причинно-следственную связь или очень плохо понимает. Он может напугаться, он может перестать что-то делать, потому что на него, например, наорали. Но не потому, что он понял что-то, а потому что он просто испугался. Он испугался и такой, ладно, ладно, я не буду. Но он не сделал никаких выводов, это его ничему не научил. То есть лет до пяти, честно, наказывать, ну, почти, короче, лишние траты нервов и своих, и ребенка. Дальше, конечно, уже все-таки какая-то система поощрений и наказаний вполне может быть. И хорошо, если она есть. Вообще дети очень любят правила. Это кажется, что правила, создаешь ребенку правила, он только и будет, что их нарушать. На самом деле нет. Дети любят правила, они любят принимать участие в составлении правил. Почему они любят настолки, например? Там по правилам все. С какого-то возраста дети начинают любить вот эти все командные игры, в которых есть правила, регланы. А с какого возраста? Ну, вообще уже вводить какие-то правила можно лет с трех. Первое, что нужно сделать до того, как вы начали наказывать ребенка, это какие-то правила в семье установить и обсудить их с ребенком, чтобы эти правила были и для взрослых, и для детей. Если это правила будут только для детей, то ребенок их соблюдать либо вообще не будет, либо будет саботировать периодически, потому что он будет чувствовать, что его так ущемляют по малолетству. Значит, всем можно, а ему нельзя. Другие могут делать, да, а я нет. Да, правил должно быть не больше, чем лет ребенку. То есть если ребенку 7 лет, не надо вводить больше 7 каких-то четких правил. И важно их с ним обсудить. Например? Например, вы садитесь с ребенком и говорите, слушай, я хочу, чтобы у нас в семье были понятные, классные, добрые отношения. Я ненавижу с тобой ругаться, я не люблю тебя наказывать. Вообще никто из родителей не любит наказывать детей и ругаться. Это неприятно. Мы сами от этого устаем, нервничаем, у всех портится настроение. И вот это важно с ребенком проговорить, что, слушай, я сама, блин, переживаю, потом целый день хожу, никакая. Если мы поругались, пришлось наказывать или как-то накричать. Поэтому я предлагаю, чтобы у нас у всех были классные отношения в семье, мир, дружба, жвачка и любовь. Давай придумаем правила, которые мы все будем соблюдать, и нам всем будет комфортно. Например. Ну, вообще в каждой семье это свои. Но, допустим, это может быть правило не повышать голос. Когда-то мы у нас в семье, вводили нас три мальчика. У нас очень громко дома, потому что все перекрикивают друг друга. А если еще кто-то начинает повышать голос и ругаться, то нам вообще тушите свет. Вот мы когда-то вводили правило не повышать голос. В чем прикол был для детей? Что это правило касалось и родителей тоже. И мы вводили правило, что если кто-то начинает повышать голос, там, кричать, то любой другой человек ему может сказать, ты сейчас нарушаешь правила. Мы так не договаривались выйти и не слушать его. Даже если это орет папа. Даже если орет папа, пятилетний сын может ему сказать, папа, так нельзя. Боже, как две недели отрывались наши дети, а ты бы видела. На каждое мое повышение, не мое, а мужа. У меня муж, скажем, строгий полицейский, одобрый у нас такое распределение. И он, когда начинал повышать голос, они прямо так и говорили, папа, мы договаривались. И у него здесь скулы. Но он знает, что он утвердил это правило. Две недели буквально, и муж перестал повышать голос, и дети. И работает до сих пор? 90% случаев. Я это правило завтра же, сегодня же ввожу. Чтобы оно работало, дети сами должны сказать, да, нам нравится. Понять, для чего оно, в чем кайф. Или, если вы с подростками вводите правило, что когда он задерживается, он должен предупредить. Поздно, часто многие подростки, поздно приходят, родители нервничают. Тогда и родителям нужно делать это зеркально. Предупредить. Предупреждать друг друга, его, и так далее. Также может быть правило гаджетов, например. Многих родителей бесит, что ребенок в гаджетах. У нас в семье есть правило гаджетов, что гаджеты каждый день с 6.30 до 8 вечера. Полтора часа у каждого ребенка. И родителей тоже, да? И к родителям это относится так же. Например, у нас запрещено гаджеты за едой. И если я вдруг инстинктивно возьму телефон за едой, мне любой из моих сыновей может сказать, ты нарушаешь. У нас есть вот правило матерных слов, что нельзя при девочках, при младших, при старших. Обсудили с детьми, почему сказали, вы согласны, что это справедливо. Вообще берите на заметку этот вопрос, у ребенка спрашивайте, ты считаешь это справедливым? И если он сказал, да, согласен, это справедливо, вы вводите, прописываете на листочке эти правила. И сразу же, когда вы их обсудили, вы обсуждаете, что будет, если кто-то нарушает правила. И что будет? В разных случаях по-разному. Например, если правило не грубить или что-то еще подобное, а тут ребенок нахамил. Вот очень сильно, например. Мы с ними садимся, ну, это уже дети, которые старше 7 лет. Мы садимся и говорим, слушайте, вы нарушили правила. Вы знаете, что у нас. Ханна вам. Как вы считаете, какое наказание было бы справедливым? И поверьте, дети ни разу не сказали никакое. Если они понимают, что они это правило установили, если они сами знают, что к их мнению прислушиваются, тогда, вот вчера у нас была ситуация, когда средний сын при бабушке, он сказал нематерное слово, но он сказал от соси. Чудесно. Другому пацану. Бабушка это слышала. Мы тут же позвали детей. Я говорю, так, что случилось? Ну, это реально бывает раз в пятилетку, вот такое что-то экстра. Говорит, вот я разлез. Ну, ты знаешь, что у нас есть правила? Да, знаю. Как ты считаешь, какое наказание будет справедливым? И дети сами говорят, месяц без гаджетов. Месяц сами себе, поверьте. И это во всех семьях, с которыми я работаю, дети прекрасно сами регулируют систему поощрений и наказаний. И спокойно сами себе подписываются на месяц без гаджетов за какие-то серьезные нарушения. А может быть что-то простое, но тоже важное. Потому что самое лучшее наказание это наступление последствий, которое разгребает тот, кто накосячил. Условно. Баловались, играли, разбили вазу, подметает тот, кто разбил. Несмотря на то, что есть домработница или там мама, которая хочет срочно помочь. Вот оно. Это не наказание, это просто последствия. Идеальная аналогия, на мой взгляд, с нарушением правил дорожного движения. Если мы едем за рулем и превысили скорость, нам приходит штраф. В этом штрафе написано, вы нарушили правило такое-то. Штраф, не знаю, три тысячи рублей. Оплатить до такого-то, все. В этой бумажке не написано, вы ужасный человек, да сколько вам можно говорить? Да я уже, Саш, да вы что, вы с детства знаете, что так не... Да сколько? Никто нас не ругает. Есть просто нарушение, последствия, все. Вот то же самое в общении с детьми, особенно старше семи лет. Есть правило, он его нарушил, тебе самому неприятно, но наступают последствия. Согласен? Согласен. И когда это справедливо, это не вызывает бунта. А ребенок сам может предложить правило? Могут быть переговоры. И в этом, кстати, на мой взгляд, вообще все общение, воспитание детей лет после семи сплошные переговоры. Ты чувствуешь себя постоянно в каких-то переговорах, у тебя переговорная позиция, потому что именно вот прямое указание уже почти не работает, вызывает сопротивление. Допустим, приходит, говорит, я хочу домой приходить в 12 часов ночи и никого об этом не предупреждать. И вы садитесь, говорит, слушай, ну в 12 окей, но не предупреждать мне сложно. Он говорит, мама, торг здесь неуместен. Нет, обычно, если ты с самого начала разговариваешь с ребенком адекватно, то не будет он с тобой вот так, ну, не отвечает. Да, ему не нравится, но он знает, что есть процесс. И это поэтому, это начинается не в 14 лет, то, что я говорю, в 7 лет уже садимся за стол переговоров, когда мы еще для детей хоть какой-то авторитет вообще представляем, еще хоть тогда начинаем это делать. и да, будут переговоры, вы будете решать, вы садитесь, голосуйте всей семьей, да или нет, но в целом, от того, что вы разрешите подростку приходить позже, вряд ли его жизнь ухудшится. Она только улучшится у него точно, а вот мамины нервы. Мамины нервы, и вот вы об этом и говорите, что я не против, чтобы ты приходил позже, но я готова пойти на эту встречу, если ты будешь меня заранее предупреждать. Фраза ты меня разочаровала, это насилие для подростка? Нет, не насилие, но это может быть неприятно. Это, ну, как и любому, если бы мне сказал муж, ты меня разочаровала, я бы офигела. Но это неприятно, взрослые так не говорят. Ну, а для ребенка, какие могут быть последствия в этой фразе? Ну, конечно, у него может снижаться самооценка. Конечно, возможно, в 35 лет он придет к психотерапевту и скажет, вы знаете, вот все у меня в детстве было хорошо, я помню, как мама сказала, ты меня разочаровал. А может, он вообще не услышит, что вы это сказали. Мы не играем здесь в предсказатель. Ну, сказали что-то не то. Если вам кажется, что это было слишком, можно извиниться, сказать, ты знаешь, что-то я на эмоциях погорячилась, сказала не то. И все будет таки. Вообще, мне кажется, очень круто, если родитель, взрослый, может извиниться за свое какое-то поведение и поступок перед ребенком. Да, если он может признать свое несовершенство, потому что, чем более совершенными мы себя делаем в глазах наших детей, тем сложнее им вообще расти. Если у меня такой идеальный родитель, авторитет, идеал, успех, это очень сложно. А если иногда можно прийти, сказать, ты знаешь, блин, сегодня у меня был неудачный день, сегодня все реально валилось из рук, я вообще, я что-то наорала на какую-то бабушку в очереди, подрезала кого-то на машине, реально, сама, сама себя тоже. Ничего, нормально, можно иногда признать, что мы все не идеальны, это тоже может быть полезно. Скажи какие-то стоп-фразы, которые никогда нельзя говорить ребенку. Хочешь, перехочешь, губу свою закатай, много хочешь, мало получишь, вот это точно, все, что связано с желаниями, какие бы они ни были, дурацкие, амбициозные, нереалистичные, которые нам не нравятся. Мечтать не вредно тоже туда относится? Мечтать полезно? Не вредно. Не вредно, это чуть другой контекст, то типа, ну мечтай, мечтать не вредно, все равно не сбудется. Вот это, то есть все, что касается желаний ребенка, вообще мы всячески должны укреплять, что классно, что ты хочешь, классно, что у тебя есть такое желание, классно, что ты хочешь так много, вау, я может уже и забыла, как это что-то хотеть вообще, кроме того, чтобы не сдохнуть так и работать, а ты, значит, хочешь тебя в космос, да офигенно, классно, да? Он приземлится потом, он сам поймет, где какие желания, но поддерживать желания. Жизнь это и есть желание, когда мы ничего не хотим, у нас есть чувство, что мы медленно умираем, это депрессия, это апатия, отсутствие вообще каких-то желаний. Поэтому все, что касается желаний, это точно стоп-фраза, вот лучше много хочешь, много получишь, так и говорить, а не хочешь, перехочешь, а хочешь, добьешься и сделаешь, что тебе нужно. То есть вот эти все желания не блокируем у ребенка. А бывает другая крайность, когда у тебя все самое будет лучшее, ты лучше всех, самая лучшая работа у тебя будет, ты выйдешь замуж за принца. Да, предсказания родительские. Но я бы убирала сравнительные степени в любом контексте, потому что мы слишком привыкаем себя сравнивать со всеми. Если, а если потом мы вдруг где-то не самые-самые, очень больно, очень тяжело, потому что привыкла быть самой красивой. И тут приходишь в институт, а там, не знаю, первая красавица другая, или ты самый был умный, тут сдаешь экзамены, оказывается, кто-то... Достаточно просто хвалить, классно говорить, ты классная, ты красивая, мне так нравится, как ты выглядишь, как ты здорово уложила сегодня волосы, как ты классно подобрала юбочку к колготочкам. То есть здорово хвалить ребенка, но вот это постоянно самый-самый для меня говорит часто либо... Ну, иногда это просто привычка, а иногда это комплексы родителей. Такая нарциссическая часть, что, ну, может быть, я не стала самой-самой во всем, но мой ребенок самый-самый. У меня самая лучшая девочка, самый умный сын, самый... Вот у них все... И это прям видно, вот этот невроз небольшой с самого-самого-самого всего. Видно, что у этих родителей, как правило, нет собственных достижений, нет собственной уверенности в себе, нет ощущения достаточности. Когда... Достаточности, это когда со мной все окей, с моими детьми все окей. Что не окей, мы разберемся. Но в целом все окей. А когда вот это самое-самое... Как же важно быть реализованным самому, да? Важно быть довольным собой. Да. Это правда. А вот этот пресловутый комплекс отличницы, вот что такое родители мне сделали, что и он у меня есть. Ну, не всегда, кстати, это родители виноваты. Я вообще против того, чтобы виноватить этих бедных родителей, на чем свет стоит. Есть исследования, которые доказывают, что наша последующая жизнь, наши успехи, достижения от родителей зависит только на 10-20%. Это не так много. Не так. С одной стороны, кого-то сейчас эта информация порадует, а с другой стороны, кто-то в смысле. Это что, 80% от меня процентов зависит? Это я сам виноват в своей судьбе, да? То есть нужно уже прекращать обвинять, что там в детстве мне не то сказали, не то сделали. Да, от нас что-то зависит, как от родителей. Но не стоит наделять себя вот этим комплексом бога, значит, что ребенок, он как губка, чистый лист, что он впитывает все, что мы говорим. Нифига. Дети рождаются со своим темпераментом, со своим где-то какими-то личностными особенностями, со своим типом нервной системы. Она тоже разная у каждого человека. И уже со своим характером. Да, это будет все влиять на характер. Потом он идет в школу или в садик. Там какая-нибудь воспитательница попадается. Допустим, может попасться добрая принимающая, а может быть вечно критикующая. Это тоже вложит в свой процент. Идет в класс. Там он может стать, не знаю, звездой класса условно, и это будет формировать его личность особенным образом. А может стать изгоем, и это будет по-другому формировать. Потом какая-нибудь первая любовь. Тут тоже бабушка надвое сказала, примет тебя твоя первая любовь или отвергнет, и ты будешь там 10 лет ее вспоминать. Школа уже закончилась, ты уже замужем с тремя детьми, а все вспоминаешь первую любовь. То есть столько факторов, что брать с родителем вот это только на себя, конечно, неправильно. И думать, что мы полностью влияем на нашего ребенка. Не полностью. Вика, сейчас тревожное время. Стоит ли разговаривать со своим ребенком на такие сложные темы, как война, смерть? И с какого возраста это лучше начинать делать? Или вообще не говорить на эту тему? Ну, наверное, конечно, говорить. Ну, тема смерти начинает детей интересовать в 4-6 лет, естественным образом, когда появляются всякие чудовища, монстры, бабайки. Когда сам начинает интересоваться, тогда классно это обсудить. Классно обсудить тему смерти, прямо, открыто, признавая, что все мы смертны. И что, да, сынок, я когда-то умру, и ты когда-то умрешь. Это очень пугает детей. Ну, не очень пугает. Пугает как раз, когда родители говорят, я никогда не умру. Ну, что ты говоришь за глупости? Такие мы будем. Ой, я мамочка всегда с тобой. А потом мамочка умирает, и вот этот обман, вот это начинается тревожная история. Я говорю, что я буду очень долго с тобой. Ну, что ты можешь сказать? Ну, на мой взгляд, самое честное, это сказать, да, мы все когда-нибудь умрем. И ты, и я, и бабушка, бабушка, и все мы когда-то умрем. Жизнь конечна. Но пока мы не умерли, у нас еще столько времени, чтобы ходить в школу, учиться, заниматься своим здоровьем. Вот тут про страх вот этих всех опасных привычек, наркотиков, алкоголя и курения. Как раз сюда, в разговоры о страхе смерти, как раз встраивается, что мы можем постараться жить дольше. Не курить, не пить, не ругаться с близкими, сохранять свое там психическое здоровье, есть здоровую еду. То есть вот сюда идеально обсудить, что мы можем повлиять на это, мы можем постараться пожить подольше. И это очень хорошо встраивается. Главное, тему смерти не табуировать, не закатывать глаза. Самой не... Сыночек, что ты говоришь? Ну, конечно, ты не умрешь. Ну что? Вот без этого. Да, когда-то ты умрешь. И я когда-то умру. И вообще обсуждать тему смерти абсолютно естественно, если вы хотите, чтобы ребенок проработал. Чем больше вы будете скрывать, табуировать, говорить, ой, давай не будем о плохом. Не почему плохом. Это естественно. Это естественно. Это единственное, что мы знаем о своей жизни, что мы когда-то умрем. Вот женится он или не женится, на самом деле мы не знаем. Поступит ли он в институт, будут ли у него дети. Но это мы все обсуждаем. Ой, у тебя будут детки, ой, у тебя будет жена. Станешь родителем, будешь... Да, вот поймешь. Единственное, что мы знаем, что мы точно все умрем. И это стоит говорить открыто. Что касается войны, то эту тему скорее лучше обсуждать по запросу, что я называю. То есть если ребенок сам не говорит, не знает, не знаю, у вас дома не работает, например, телевизор, или в садике, или в школе никто об этом не говорит и прочее, не нужно сажать ребенка, сказать так. А сейчас я расскажу тебе, мой дорогой, что такое война, почему это, как это и что это. Не надо, это лишнее. Но если ребенок пришел, встревоженный, где-то услышал, говорит, мама, а что такое война, то тут уже, конечно, мы говорим и рассказываем. И на мой взгляд, очень важно, какую бы политическую позицию вы не имели, на чьей бы стороне условно вы не были, важно говорить, что война это плохо в любом случае. Все вот эти ужасы происходят потому, что взрослые люди не смогли договориться словами. А как успокоить ребенка? Вот его эта тема взволновала, он испугался, испугался смертей, вот этих там бомб, не знаю, ракет, как его успокоить? Ну, в этом смысле важно самому оставаться спокойным. Вы ребенку это спокойствие транслируете. Говорите, что мы взрослые, мы все решим. Мы все сделаем как надо. Да, это ужасно, что происходит, но у нас с папой есть план. Мы его придерживаемся, мы знаем, что делать в этой ситуации или в этой ситуации. Отличный пример, это как если ты попадаешь в больницу с медицитом и знаешь, что тебе должно делать операцию. И приходит врач, ты тревожишься, ну, естественно, это страшно, ты тревожишься. Приходит врач и говорит, здрасте, я этих операций уже сделал 585, мастер по операциям, не знаю, я сейчас мы будем это, первое, второе, третье, я о вас позабочусь, давайте. Не переживай. Все хорошо, я знаю свою работу, я все сделаю. Это одна история. Ты, может быть, и будешь тревожиться, но чуть меньше. Или представь, что приходит врач и говорит, я сам в шоке, я не знаю, что с этим, это ужас, это кошмар. А как так можно жить? Это аппендиция. Я первый раз с таким встречаюсь, никогда такого не было. Естественно, ты не то, что этому врачу не доверишься, ты сбежишь из этой больницы. Ставишь на ножки и побежишь. Да. И очень важно, чтобы когда ребенок приходит с тем, что его тревожит, мы были первой версией врача, который говорит, я знаю, как справляться с проблемами этой жизни. Я взрослый человек, я о тебе позабочусь. Даже если тебе страшно, я рядом. А если вы вот этот врач, который я сам в шоке, о боже, что нам делать? Ну, конечно, ребенок будет очень сильно переживать. Пока я нахожусь на съемках, мой младший сын Ванечка играет с новой развивающей книгой «Нажималка животные» от компании Bird Toys. В этой говорящей книге красочные интерактивные страницы и более 500 звуков, фраз и вопросов для маленьких почемочек. Лесные жители не принять. Мы с тобой. Давай играть. Чего такое у вас? Да, кто такое у вас? Молодец. Чего это голос? Заботливые современные родители давно выбирают обучение через развлечения и поэтому отдают предпочтение таким полезным игрушкам, как детская книга «Нажималка животные». Яркие реалистичные иллюстрации в удивительной книжке-игрушке вызовут у ребенка интерес к занятиям и желанием узнавать что-то новое. С книгой «Нажималка» время летит незаметно. Дети развиваются, а родители гордятся их успехами. Игрушки можно заказать на известных маркетплейсах. А всем, кто назовет секретный код «Ваша Наташа», компания «Берд Тойс» обещает эксклюзивную скидку. Подробности в описании к ролику. Очень модно сейчас говорить про созависимые отношения между мужчиной и женщиной, но еще действительно есть зависимости детей от родителей и родителей от детей. Что такое созависимость в этом смысле и что с ней делать? Ну, до какого-то возраста плюс-минус это нормально. Действительно, наши дети от нас зависят во многом и мы зависим от них. Когда это становится ненормальным? Когда без одобрения наших родителей мы не можем выбрать себе друзей, мы не можем выбрать себе учебу или работу. Когда без одобрения родителей мы не выйдем замуж или не женимся. Даже в этом вопрос. Нам не нужно одобрения, да? Прямо вот совсем? Нет. Ну да. Ну, в вопросах любовных оно тем более не работает. Я думаю, что многие это проходили, запрещали своим, не знаю, дочкам. Благословения не ждем. Классно, если нас поддержат. Поддержка это здорово. Но если вы верите в свою цель, в свою мечту, в своего любимого человека, если вы знаете, на чем держатся ваши отношения, а ваша мама недовольна, очень жаль. Но вы продолжаете идти к своей цели. То есть зависимость нам мешает тогда, когда мы без родителей уже не можем принять решение нужного нам. Когда мы без их одобрения не можем как-то дальше двигаться. И то же самое в обратную сторону. Эта зависимость мешает самим родителям. Когда мне, например, мама каким-нибудь говорит, ну я не могу выйти на работу. Ну как? Ну я же ребенком занимаюсь. А ребенку уже, дай бог, 15 лет. А ребенку уже 15 лет. Я знаю тех, кому 18 лет. Ну мы в институт поступаем. Это значит, может, что мама просто не очень-то и хочет? Иногда не очень-то хочет. А иногда она вот в этой, вот в этой слиянии, как она началась, там с годика ребенка, да, вот с рождения. Она не вышла из этого слияния. Если ее сын, например, не поступит в институт, она себя будет считать ужасной матерью. Это тоже зависимость. Это тоже зависимость от уже, казалось бы, ну взрослого человека. Он уже взрослый, он выбирает такую жизнь. Или если он выбрал не ту невесту, которая тебе нравилась, ты начинаешь страдать. То есть события в его жизни очень сильно влияют на твою. И в идеале нам вырастить наших детей так, что мы понимаем, что это мой сын или это моя дочь. Но он уже не ребенок, это взрослый человек. У него взрослого человека свои ценности, свое представление о жизни, свои интересы. У меня свои. Никто из нас не хуже и не лучше. Никто из нас не должен делать что-то только ради другого. Но мы любим друг друга. Мы близкие друг другу люди. Но мы отдельные. И каждый живет свою отдельную жизнь. При этом сохраняя тепло и любовь, и принятие друг друга. Созависимость это или нет? Кормление грудью до трех лет. Да, это созависимость, но неплохая. То есть созависимость это просто факт. Хорошо маме, хорошо ребенку. Рано или поздно все равно они это прекратят. Скорее всего, да. Тут вопрос, почему это происходит. Так же, как совместный сон, например. Да, кстати. Кто-то спит совместно, потому что так удобно ребенку ночью грудью покормить, а кто-то спит совместно с ребенком, потому что он с мужем давно спать не хочет. И до семи лет они спят. До семи, до тринадцати, я знаю, и так далее. Потому что муж, с мужем не хочется сексом заниматься. Но сказать это мужу прямо сложно, заняться своими отношениями еще сложнее, признать, что есть какая-то проблема сложная, а положить рядом с собой ребенка легко. Поэтому сказать, что плохо ли, что ребенок спит рядом. Короче, это прикрытие. Да, для многих, очень для многих пар ребенок в родительской постели это прикрытие. Особенно для тех, у кого ребенок спит между ними. Есть пары, которые вот удобно ночью кормить. Например, поставили приставную кроватку, она повернулась, но в остальную часть ночи она обняла своего мужа, и все хорошо. А у некоторых, ну это вот между нами что-то есть. И они кладут ребенка. Поэтому в каждой этой ситуации нужно смотреть, как это отражается на жизни. На жизни семьи, на жизни ребенка, на жизни этой мамы, которая кормит его грудью до трех лет. Если она при этом, и я знаю такие случаи, выгоревшая, у нее уже сыпется здоровье. Она уже на самом деле ненавидит ни материнства, ни мужа, ни себя, но она кормит, потому что, ну не знаю, какая-то есть у нее установка, что надо кормить, там еще что-то, да? Или нельзя отлучать, и будет травма. Хорошо это, ну вряд ли. А если она кормит, и при этом она путешествует по миру с этим ребенком, с мужем, все классно. Плохо это? Нет. Ради бога, пожалуйста, если это никому из вас не вредит, если вы честно можете себе сказать, что вам это правда, в кайф, и так далее, да пожалуйста, кто мы такие, чтобы запрещать кому-то там кормить ребенка. Часто женщины в разводе, одинокие матери, становятся зависимыми со своими детьми. И проблемы возникают, когда появился мужчина. Ребенок начинает ревновать. Или ребенок вырос, и у него появилась вторая половина, маме бедной совсем. Да, чаще вот второй вариант. Когда там созависимость... Как не испортить отношения? Не испортить, там сложно испортить, там же слияние, там же... Хорошо. Тогда как понять, что ты влияешь уже плохо на личную жизнь своего взрослого ребенка? Это на самом деле после развода сразу очевидно. Первое, если после развода мама начинает спать со своим ребенком в одной кровати. То есть муж съехал, ушел. Сначала начинается так, что лень укладывать, я не в ресурсе, у меня вообще депрессия, положу рядом, пусть спит. Но потом это становится... Привычкой. То есть замещающий партнер, или начинается... Сын, например, она начинает ему говорить, ты главный мужчина в семье, ты мой любимый мужчина. Я вижу такие посты иногда в соцсетях. Мой любимый мужчина. И там ребенок, там, 10-летний. Да, все видно, что она его наделила не той ролью, которая у него есть. Или ты главный мужчина в доме, вот смотри, ты должен там прибить полочку этому мужчине 8 лет. Да, понятно, что на него навесили не ту роль, которая должна быть. Да, в идеале, после развода, через какое-то время, но годика через два, уже, если все окей, женщина ищет себе любовные, романтические отношения. Ей хочется, не обязательно, еще раз замуж. Да, но какое-то, чего-то интересного, какого-то мужчины в своей жизни. Она может заинтересоваться свиданиями, когда она уже отгоревала по разводу, куда-то ходить, с кем-то знакомиться. Вот если этого и через два года не происходит, то это тревожный звоночек. Вы ушли не туда. И очень важно в этот момент начинать заниматься собой, начинать, переглажить ребенка в отдельную кровать, снять с него роль этого главного мужчины. Или, если это дочка, мы с тобой лучшие подружки. Мы лучшие подружки, нам никто не нужен. Нам так хорошо вместе. Нам так хорошо вместе. Ой, не нужны эти мужики, они все, ой, вообще ничего хорошего. Вот мы с тобой вдвоем. Вот если ваш ребенок начинает быть вашим другом или вашим лучшим мужчиной, плохой знак, вы идете не туда. Ребенку важно оставаться ребенком. А вам родителям? А вам родителям, взрослым, который умнее, опытнее, который не дружит со своими детьми и не пытается вот это в подружки играть, который не кладет рядом с собой 13-летнего сына, потому что одиноко одной спать в большой кровати. И я таких знаю ситуацию очень много. Очень много. Если бы я тебе рассказала все без купюр, ты бы офигела, какой ужас творится. Я не говорю про... Да, ну, люди горюют по-разному. Я не говорю, что женщины или мужчины это делают в хорошей жизни. Да, горько, да, тяжело, но, пожалуйста, не спасайтесь за счет детей. Когда я слышу, что я развелась и теперь мой смысл жизни только в детях, я очень не завидую этим детям. Никто не хочет добровольно быть смыслом чьей-то жизни. Вот представь, тебе бы, например, даже твоей муже... Ну, а муж жены и жена мужа тоже не хочет. Ну, тебе было бы, вот смотри, представь, что твой муж тебе говорит, что ты смысл моей жизни, только ради тебя я живу. Ну, мне, наверное, было бы приятно, вот ради тебя, там, я делаю это, я делаю это ради тебя. На самом деле, это не очень приятно. Ну, просто, наверное, не только ради меня он живет. Ну, обычно, да. И если мы кого-то встречаем, ты говоришь, я ради тебя живу, ты мой смысл жизни, вообще-то это очень тревожит. Ну, да, это маниакально. Это огромная ответственность, вообще страх, думаешь, боже, а если я не знаю, что ты будешь делать без меня. Прибьешь меня еще. Поэтому, если я что-нибудь то сделаю. В целом, в этом нет ничего такого. Не оправдаю, если я ожидаю. А вдруг не оправдаю, а вдруг это, а как я уйду, создам свою личную жизнь, если я мамин смысл жизни, если она жила ради меня последние 20 лет. В плане родительства, да. Как я брошу маму, она у меня одна, одинокая, Мне нравится, как ты еще актерские, это отыгрываешь. Большой клиентский опыт. Одинокая. То есть ты перенимаешь манеры своих клиентов. В целом людей, да. И веку, и жесты. Мать-одиночка, если она развелась, неправильно. Очень надеюсь, что эта фраза уйдет. То, что вы сейчас без мужчины, не значит, что вы одиночка. Вокруг есть люди, друзья, подруги, родители, родственники. Вы уже не одинок, если вы не в чистом поле. И вот этот навешивать ярлык, что я? Я мать-одиночка, или я одинокая мама. И потом ребенок такой приходит в 30 лет и говорит, у меня мама просто одинокий человек. Что маме мешало создать вокруг себя окружающую? Да. Вика, ну, предположим, нас смотрит какая-нибудь мама и узнает себя. А ребенок уже вырос. Как можно исправить вот эти отношения, ситуацию, вот уже то, что она натворила? Все равно же это какая-то скрытая, но травма для ребенка. Мама вот жила для него, и вот он как маму бросит. Как это? Он же все время гиперпереживает за маму и несет вот этот груз. Я хочу успокоить всех мам и пап, которые нас смотрят. Сильно травмировать психологически ребенка, но это надо прям постараться. Вот прям ужасно себя вести, и то не факт, что действительно будет травма у ребенка. Нужно помнить, что все, что родители... Нужно бить ребенка это травма. Например, и то не всегда. Сейчас я абсолютно против физического насилия любого, но какого-то ребенка шлепнешь по папе, он даже не запомнит это. Какого-то ребенка все детство били, и он, у него вот такой тип нервной системы, устойчивый такой, что он вырос и как-то справляется с этой жизнью. А на кого-то папа просто строго смотрел. Просто вот все детство, и он говорит, и я для меня ужас, я до сих пор помню папин леденящий взгляд, он не бил. То есть мы не можем сказать, что точно вы делаете вот это, и вы травмируете. И вы травмируете. Бывает очень по-разному. Более того, большинство родителей, особенно те, которые смотрят такие шоу, как твое, они правда стараются быть хорошими родителями. Даже если они ошибаются, даже если они где-то кричат, или что-то не то сказали, даже если где-то они кого-то шлепнули, как правило, они хотят быть хорошими, они стараются. стремятся. Они слушают психологов, они читают книжки. Но не все получается, бывает по-разному. И вот виноватить себя, это последнее, что нужно делать. Если мы исходим из того, что я плохая мать, я вот здесь ошиблась, вот здесь, я сейчас послушала психологов, все плохо было. По чувствам вины мы можем стать еще более агрессивными, еще более обиженными на ребенка, на себя и на весь мир. мы себя сможем вести, условно, вести лучше по отношению к ребенку с ощущением, что я хорошая мама. Я стараюсь. Что я нормальная мама. Я достаточно хорошая. Мой ребенок жив, более-менее здоров, накормлен, одет. Он ходит, не знаю, в школу, худо-бедно справляется с уроками. Я нормальная, моя хорошая мама. Я стараюсь. И как хорошая, я буду стараться еще чуть-чуть больше. На одно грубое слово меньше сегодня сказать. Орать не каждый день, а там три раза в неделю уже через день и так далее. Чуть-чуть. И вот если вы понимаете, что ваш ребенок уже вырос, и вы послушали психологов, почитали книжки, ну, все. Травмировала, конечно. Косячила я и накосячила. По уши накосячила, воспитывала не так. Первое, вспоминаю, что когда вы его растили, как правило, психология не была так развита. Никто ничего не знал, умных книжек не читали, растили как могли. Как трава росла вот во дворе, так и растили. Как получалось. По крайней мере, он не умер от голоду. Уже хорошо. Уже по головке себя погладили. И дальше, вместо того, чтобы утопать в этой вине, задайте себе вопрос, а что я сейчас могу сделать? Ничто я не смогла. Вот это не смогла. Вот это не получил. А что я могу? И что я могу? И вы можете заняться собой в первую очередь. Прямо написать список, что я всегда мечтала делать, но не делала, потому что растила ребенка. Начать заниматься этим. Если вы одинокая, как вы себя называете, мама, начать ходить на свидания. Пожалуйста, сайты знакомств, улицы, клубы по интересам. Попробуйте заняться своей личной жизнью. Вообще-то, это прикольно. Интересно заниматься своей личной жизнью. Попробуйте установить с ребенком правила общения. Даже с таким взрослым, которым 30 лет. Например, у нас с мамой есть мамин день, мы это называем, когда мы с сестрой и с мамой встречаемся без детей, мужей и прочих родственников. Просто втроем и проводим день девочками, что называется. И главное, помнить, что все можно исправить. Нет какой-то критической точки, после которой, ну все, эти отношения разрушены навсегда. Пока мы живы, даже если вам 90, а вашему ребенку 75, все еще можно наладить, все еще можно улучшить. Скачки роста. Если послушать психолога, то у детей сплошные кризисы. Кризис трех лет, кризис семи лет, кризис двенадцати лет. Самый страшный, да? Кризис годика еще ты забыла. И еще кризис опустевшего гнезда у родителей, когда дети вырастают. Но это уже кризис родителей. А у детей тоже сепарацию болезненно проходят. На самом деле, это для всех непросто. Почему это называется именно кризис? Кризис это то, что стоит на стыке сохранения и развития. То есть, когда мы с одной стороны очень хотим, чтобы все оставалось как раньше, потому что мы наконец уже поняли, что с этим ребенком делать, что он любит, что он не любит, как его кормить, как его укладывать спать. И нам хочется, чтобы все оставалось как раньше. Но с другой стороны, мы понимаем, что это невозможно, что ребенок постоянно растет, что все постоянно меняется, и нам нужно адаптироваться к новым условиям жизни. И вот в этот момент, когда мы хотим, чтобы все было, пожалуйста, не трогайте, я только научилась с этим справляться, а с другой стороны, мы понимаем, ну надо расти, надо развиваться, он меняется. Вот на этом стыке и случается кризис, там, где невозможно уже оставить все так, как раньше, хотя ты этого очень хочешь. Давай начнем с трехлеток. Что это за возраст и что закладывается в этом возрасте, что это за период трех лет? Вот я не помню кризиса трех лет у своего старшего сына, а младшему еще нет трех. К чему касается? Обычно кризис трех лет это тот момент, когда ребенок понимает, что он не продолжение мамы или папы, что он, оказывается, все может сам. И самая частая фраза это я сам, не надо, отойди, я сам, не трогай. То есть ребенок вдруг понимает, что мама или папа могут что-то запрещать, а он-то может этого не делать. То есть если раньше он чувствовал себя продолжением мамы или папы, ну буквально продолжением маминой руки, когда она его все время вот так носит, он понимал, что он без нее ничего не сделает, не добудет себе еду, без нее не помоется или не ляжет спать и все остальное, то тут он понимает, что мама вон стоит, вот она говорит, нельзя выливать воду из стакана, а ты смотришь прям на маму и льешь, и еще и улыбаешься, типа, прикинь, что я могу, ты-то можешь запрещать, а я-то, ручки-то вот они. Могу. Да, и это детей обычно очень забавят, им кажется, вау, классно, а родители приходят и говорят, почему он прямо смотря мне в глаза делает то, что я ему только что сказала не делать, и еще и улыбается мерзавец такой. А кризис трех лет в два года может начинать? Да, на самом деле, например, Потому что Ваня именно так и делает. в некоторых других странах или там англоязычных это называется terrible tooth, то есть ужасные двухлетки это называется. Слышала. Как-то у нас больше принято, что это кризис трех лет, но, конечно, нет такого, что вот задул свечку, три свечки на торте и начался кризис. И началась. Обычно, конечно, у кого-то это в два годика бывает, у кого-то в три, у кого-то все идет идеально до подросткового возраста. И вот эта вот история про самость, что вот а теперь я сам, она начинается в пубертате. А бывает такое, что дети за всю свою детскую жизнь не показывают ни одного кризиса, а потом где-нибудь в 42 вдруг он понимает, так, я же могу сам. И идут все нафиг, и рушатся скрепы, и семьи, и дружба. То есть человек переживает вот этот период просто позже, когда он хочет сделать все, как хочет он, даже если это губительно для остальных. То есть ты хочешь сказать, что лучше вот в каждый свой нужный возраст переживать эти кризисы, чем один раз и в 42 вот так вот ярко и пылко. Я бы так сказала, детскими болезнями лучше переболеть в детстве. Вот, например, ветрянка в 5 лет и в 35 переносится очень сильно по-разному. Да. Поэтому, конечно, когда какие-то такие перемены, типа я лью воду из стакана, когда рядом мама, она, если что, подстрахует, это комфортнее, чем когда у тебя уже семья, дети, и тут тебе захотелось бунтовать, и тут ты почувствовал вот эту в детстве где-то пережатую пружину, это просто больше последствий соберет вокруг себя. Хотя я знаю тех, кто проходил кризис вот такой во взрослом возрасте, ну ничего, прошли, сейчас ты меня испугала, потому что, мама, у меня же вроде не было кризисов, правда, в пубертате, там, но я вот как раз приближаюсь к этому самому, про который ты... Он может проходить, кстати, очень внутренне, тихо и незаметно для других. То, что люди называют кризисом среднего возраста, да, когда идет какая-то переоценка ценностей, а туда ли я шел, а действительно ли я этого хотел, а не это было не навязано родителями, обществом, друзьями, талии у меня профессии. Это все могут быть внутренние переживания. На самом деле, это очень интересная и может быть не детская тема, но очень интересная, потому что действительно много случаев, когда у человека есть все и вдруг в какой-то период жизни он понимает, что ему это не приносит счастья. Да. Хотя вроде бы вот есть все. Да, это довольно частый случай. И что ты посоветовала бы? Идти к психологу? Я вообще в любой непонятной ситуации советую идти к психологу. На самом деле, не всем, далеко не всем я не считаю, что все нужно психологизировать, я не считаю, что всем обязательно нужно ковыряться в своей голове, прошлом, детстве, исцеляться от всех травм. Иногда, если что-то работает, не трогай. Вот привык так жить, окей, ты уже как-то со своими тараканами подружился, живи. Но если что-то мучает, если где-то тяжело, так почему бы не пойти? Но вернемся к трехлеткам. Есть ли перепады, настроение очень яркие, кризис очень яркий, как реагировать родителям? Желательно никак. Чем больше ответная реакция у родителя, тем чаще это поведение поставляет ребенок. Потому что мы все, и взрослые тоже, на самом деле связаны с другими людьми, тем, как мы реагируем друг на друга. И если мы видим, что какое-то наше поведение дает много эмоций, много реакций. Папа, который до этого сидел спокойно и пил чай, вдруг посмотрел в твою сторону и начал эмоционально тебе что-то доказывать. Мама, которая полдня, пока ты спокойно рисовал свои раскраски, не обращала на тебя внимания, но стоило тебе обозваться, подраться, как тут же собрали всю семью, ребенок такой, опаньки. Вот они у меня все. Вот как оказывается. Естественно, он не думает так прям последовательно, да, но на каком-то автоматическом уровне возникает связь, что буквально хорошими делами прославиться нельзя. Я сейчас тут побольше поистерю, на полу поваляюсь, поколочу, не знаю, стены, еще что-нибудь, и вся семья соберется вокруг меня, и я получу так нужное мне внимание. Поэтому, конечно, если родитель эмоционально реагирует или вообще очень активно реагирует на какие-то кризисные моменты своего ребенка, он фактически его учит, что если ты кричишь тихо и недолго, то в принципе я могу это пережить. Чтобы я обратила на тебя внимание, нужно кричать 45 минут и очень громко, и желательно в общественном месте. Потому что в общественном месте это сразу очень, сразу родитель включается. Концерт. Вот дома, например, ребенок может ну что-то сидит, конючит, нудит, потом начал плакать, и мама уже научена опытом, она себе чашечку кофе налила, села так рядышком, ну и смотрит просто. А если все то же самое, ребенок начинает делать в торговом центре, а мама-то чувствует, что так, сейчас все на нее посмотрят, осудят, как она плохая мать, то она тут же включается, тут же, что тебе, что нужно, ну-ка, тихо, тихо, и он понимает, о, думает, смотрите, вот оно как работает. А что делать в торговом центре в таких случаях? Это зависит, конечно, от возраста ребенка, но если возраст еще такой, когда ты можешь истерящего ребенка, когда ты можешь тебе это позволить, когда ты можешь взять на руки его и просто молча вынести, так и делаем. Вот начал он истерить без всяких объяснений, без того, что я тебе уже сто раз говорила, да, вы сто раз говорили, но ребенок сейчас, вот он истерит, он вас не слышит, он вас не видит, поэтому просто взяли на руки, вынесли туда, где он никому не мешает, посадили, не знаю, в машину и молча, спокойно поехали дальше. Но ведь еще такие маленькие детки часто впадают в истерики и просто не могут из них выйти самостоятельно, их нужно как-то переключить чем-то, да? Ну, вообще могут, могут, обычно дольше 40 минут никакая истерика не длится. В общем, твой совет, как психолога, просто игнорировать детские капризы. Льет воду, пусть льет, да? Я бы сказала так, что есть два варианта истерика. Одна истерика, это истинная, когда ребенку реально плохо, ну, например, он упал, ударился, ему больно, ему реально плохо, и тут можно пожалеть, приголубить, где-то там протереть ранку, да, то есть, всячески включиться. И то вы же не будете, вот когда ребенок упал, многие не реагируют так эмоционально, как когда он... Выжидают, ждут реакцию ребенка. Они ждут реакцию, они говорят, ой, ну ничего, сейчас подую, пройдет, у кошечки боли, у собачки боли, у тебя не боли, и все, раз-раз, значит, за пять минут все заканчивается. И второй вид истерики, это истерика манипулятивная, то есть, это истерика с целью получить желаемое, когда ребенок плачет не просто потому, что ему плохо, а потому что он привык, что чем дольше я плачу, тем выше результат. Ну, например, я плакал пять минут, и все, никто не обращал внимания, плачу двадцать минут, и уже говорят, ладно, что ты хочешь, только не плачь. Давай, я сделаю, держи эту игрушку, только не плачь. И когда истерика манипулятивна, это легко отличить. Когда это манипуляция, ребенок, во-первых, вас слышит. Вот когда истерика истинная, когда ему плохо, вы ему что-то говорите, а он реально не слышит. А когда истерика манипулятивная, он вот орет сорок минут фиолетовым криком, но только вы ему шепотом сказали, что хорошо, куплю тебе шоколадку. И все, и как будто не бывало, он успокаивается за три секунды, он уже одевается в магазин, идти там и так далее. То есть, первое, это ребенок вас слышит. Второй признак, это когда истерика истинная, очень слабые конечности. У взрослых, в том числе, вспомни, когда, я не знаю, ты сейчас переплатишь. Что называется, ватные ноги. Да, ватные ноги, ватные руки. Например, если кто-то пытался плакать за рулем, вы знаете, что очень сложно на самом деле и держать руль, и плакать. Девочки не плачут за рулем. И плакать. Когда ты плачешь, хочется лечь, сжаться в комочек, это реакция тела такая. Вот когда истинная истерика, она такая и есть. А когда манипулятивная, ребенок вроде плачет, старается, а сам там что-то платится перебирает, там что-то там, футболочка, что-то у него в руках, мы видим силу в руках, какое-то движение, энергию, скорее всего, это та истерика, по которой не нужно ребенка жалеть, не нужно на нее вестись. Да, не стоит его бросать. Не так, что ты плачешь, вон в свою комнату, закрыли дверь и сиди. Нет, вы можете оставаться рядом, заниматься своими делами, сказать, когда успокоишься, мы с тобой обязательно все обсудим. Но так я не готова обсуждать. Ну вот, а если срочно нужно? Вот у меня недавно был такой, такой случай. Мы собирались в школу, у Темы сломалась там какая-то игрушка, лего, которую я точно не могу починить, там какая-то деталька отвалилась, а для него это горе и беда. А мы опаздываем, и я нервничаю, а он плачет. Я говорю, Тема, все, придешь, починишь, сейчас нет времени. Ну и все, и он бычком становится, я повышаю голос, потому что мы реально опаздываем. Вот как правильно вести себя в этой ситуации, когда нет времени на успокаивание, на 40 минут. Я бы в такой ситуации рекомендовала, и не обязательно пускаться в 40-минутное успокаивание, но на мой взгляд, важно признать, что это проблема, и сказать, да, я бы тоже очень расстроилась. Я понимаю, что тебе очень обидно, аж до слез, прям вот реально грустно. Давай сейчас сядем в машину, пока вот едем в школу, ты всю дорогу плачь изо всех сил, или по дороге плачь, вот отгорюй, это действительно жалко. А вечером придешь и сделаешь. Вечером сделаешь. Да на самом деле не стоит закидывать человека вот в это будущее. Вот вспомни, когда ты, например, почему-то платишь, и тебе скажут, да все будет хорошо, да это все к лучшему, да все решится. Пустые слова, да. Никак это на нас не влияет. А если с тобой рядом сядет человек и скажет, понимаю, что грустно, понимаю, что больно, ты имеешь право плакать. В этот же момент не так уже сильно плакать хочется. Потому что тебя поняли. Потому что тебя поняли, потому что ты чувствуешь какое-то укрепление на своей стороне. Ты чувствуешь, что тебя никто не заставляет тут сиюсекундно успокаиваться. То есть, на мой взгляд, в таких ситуациях, да, признали, что да, грустно, да, печально, очень обидно, да, слез. Или ты так злишься, я вижу сильно прям, тебе обидно, да. Главное вспомнить этот метод в нужный момент. Он на самом деле на автоматизме уже срабатывает. Да, нужно отработать. Да, когда это случается, первое, что это, признать эту эмоцию. И не забрасывать в будущее, что починим, до свадьбы заживет. А я так и сделала. Когда сильные эмоции есть только здесь и сейчас. Хорошо, и вернемся к трехлеткам. Вот тоже такой конкретный пример. Не хочу одеваться, не пойду, ты опаздываешь, тебе надо, а он в слезы бьется, убегает. Ну, здесь два варианта. Вариант первый. Если реально вы опаздываете, что-то необратимое, неотменимое и прочее, то сквозь его слезы, истерики, берете, натягиваете ему эти колготки, штаны. Заневолили, как я это называю. Заневолили, одели, молча и пошли. Главное, все это делать молча. Вот без того, что, ну вот мы опять опаздываем, а ты опять не это, да сколько можно, миллион раз обсуждаем. Вот это то самое внимание. Если вы понимаете, что вам просто надо выйти, значит, вы молча его собираете, сажаете в машину, везете куда надо, или ведете за руку. Он идет в заплях в слезах, идет за ручку, и вы идете. Если вы понимаете, что ситуация, ну не настолько критическая, то можно дать просто ситуации время. Скажите, понимаю, сейчас ты не в духе, да? Ну у всех бывает, все бывают не в духе. Я пойду чайку себе налью, если понадоблюсь, я здесь, я рядом. Трехлетки? Да, они нормально. Они же тоже люди. Они, во-первых, тоже люди, они не все поймут, что вы скажете, особенно длинные речи они точно не усвоят, но они поймут, что вот эта фраза, если что, я рядом, они понимают. Мама рядом, она не накричала, не дала какого-то сильно больших эмоций, но она осталась рядом. Поэтому, если вы понимаете, что это не критично, спокойно, там, приголубили. В общем, в каждый момент жизни с ребенком мы ловим дзен. Не в каждой. Мне вообще кажется, что это какая-то иллюзия о том, что вот адекватный родитель, это родитель, который постоянно в дзене. Это не так. Детям полезно видеть наши адекватные эмоции. Наши нервы в том числе. То, что нас может что-то злить. То, что ребенок может нарушать, например, наши личные границы. Я не имею в виду только тело, своим поведением, какие-то этические нормы. Это может нас злить. Он может сказать, я сейчас очень злюсь. Мне сейчас неприятно или мне обидно. Ты меня расстроил. Не ты меня расстроил, а я расстроилась. Да? Вот так нельзя? Да, мне обидно. Я расстраиваюсь, когда такое происходит. Я очень расстраиваюсь. Я злюсь. Я завидую. Я сейчас очень часто произношу эту фразу. Тема, я очень расстраиваюсь. Да. И это нормально, адекватная реакция. Вот это и есть адекватное родительство. Когда ребенок что-то делает классно, и ты адекватно радуешься. И если он делает не классно и кричит, там, мама, дура, не обязательно в этот момент садиться и говорить, тебе обидно? Налью себе чайку, если бы. Да. В этот момент, можно сказать, мне неприятно. Я злюсь, когда я такое слышу. Мне обидно. Это будет адекватной реакцией. Но при этом адекватная реакция, это значит, достаточно спокойная. Можно довольно спокойно сказать, я очень злюсь. Не устраивая из этого скандал на 3 часа. Ну вот и мы плавно переходим к теме, которая меня лично очень волнует. это кризис 7 лет. Что в этом возрасте происходит и куда деваются вот те самые дети, которые были до? На самом деле, кризис 7 лет, как правило, самый неярко выраженный. То есть, это редкость, когда именно 7 лет кризис сильно ярко выражен. Это может быть, потому что, например... Приятно познакомиться, я мама Артемия. Очень приятно. Ярко выраженный 7-летний кризис. Возможно, это потому, что не было ярко выраженного трехлетнего. Не было. И вот этого я сам, я хочу делать, как мне надо. Сейчас ты будешь мне говорить это, а я специально буду делать по-другому. Оно просто сместилось во времени. Конечно, кризис 7 лет часто это кризис крушения родительских ожиданий, потому что, потому что до 7 лет, как правило, не знаю, как в твоем случае, но обычно ребенок плюс-минус дома, ну или в садике. Ему не нужно еще предъявлять свои результаты. то есть девочка до 7 лет всегда самая красивая, мальчик самый умный, ты самый смелый, она самая быстрая. В 7 лет он идет в школу и тут понимает, что вообще-то... И начинает звонить учитель иногда. Да. Что оказывается, что твоя девочка, может быть, не самая умная или не самая хорошо себя ведущая, послушная, а твой сын не самый смелый. И ребенок сам чувствует, что ожидания от него повысились. И вот это напряжение скапливается в семье, что и учитель чем-то недоволен, и ребенку сложно, и родители в шоке, потому что до этого все было хорошо. И появляется такой кризис несоответственный, несоответствие ожидания. Я тебе скажу, от чего я в шоке. Я в шоке, когда мой ребенок садится в машину, если я забираю его из школы, и говорит, я не буду делать английский. Тем, почему? Я не хочу. Я говорю, Тем, ну в смысле не хочу? Нужно, раз задали, нужно сделать. Нет, я не буду. То есть он, знаешь, мам, вот если бы он даже мне сказал, мам, я так не хочу, ну я не хочу, мне тяжело. А у меня просто в категоричной форме, я не буду. То есть, ну, человек, который... Вырастают в такие рога. В смысле я не буду? Будешь? Как я должна отреагировать на такое заявление? Ну, это пример. Будь я адекватным родителем. Что я... Мне, кстати, кажется, что я адекватный родитель. Адекватно? Да, абсолютно. Я говорю, ты хочешь справку какую-нибудь выписать? Я повешу. Выдано адекватному родителю Наталье Подольской с подтверждением семейного психолога. Да, да, да. Слушай, ну, на самом деле, конечно, твоя реакция нормальна. Почему? Потому что есть какое-то убеждение у тебя в голове, что, вот ты говоришь, ну, в смысле не хочу, надо? Да? Это такое достаточно взрослое убеждение. Понимаешь, у меня даже так, я тебе скажу, ну, это не то, что мы должны вообще обсуждать. Ну, естественно. Это, ну, задали, сделал. Задали, сделал, все. Тут нет темы для обсуждения. А у твоего ребенка чуть больше смелости и дерзости, чтобы делать то, что он хочет. Во-первых, это очень похоже на кризис самости, когда я сам решаю, что я буду делать, и никто, ни учитель, ни родитель, никто мне не указ. Почему-то я говорила, что проще в три года проходить, потому что если я сам хочу лить воду из стакана, это одни последствия. А когда я сам не хочу делать никакие уроки, и никто мне не указ, это просто сложнее. Но в первую очередь, на мой взгляд, важно сказать что-то вроде, что я понимаю. Мне тоже иногда так не хочется что-то делать, просто ужасно. Вот мне надо прям привести какой-то пример, что вот ты знаешь, мне вчера надо было на работе там что-то сделать или вообще собраться на работу, а мне так не хотелось, мне прям это бесило. Что обычно тебе помогает спросить у него, когда ты что-то не хочешь, это надо сделать. Что обычно, ну давай придумаем какие-то, вот мне, например, когда я не хочу, ремень, мне надо, ремень помогает, крик, может быть, лишение всего. Лишение всего. Следующий вопрос, Вика, у меня, как у мамы, мальчику, которому 7 лет, и точно идет кризис, это бесконечное кривляние, поясничает, кривляется, делает какие-то отрыжки, просто в люди. Да, естественно, я же говорила, в людях интереснее. А знаешь, как он ходит по улице, вот я иду, мы идем за ручку, я должна показать, вот я веду его за ручку, ну, а я, это Тема сейчас, а ходит он и так. Вот это нормально, кстати. вот так он ходит, я говорю, Тема, а при этом в машине ехал, мама, я устал, я устал, у меня нет сил, мама. Вышли на улицу, все сугробы, все горки, все это с отрыжками, нет ни одной фотографии без рожи. Что с ними происходит? Слушай, ну, это тоже способ привлечь внимание, потому что, когда ты идешь спокойно и нормально, то мало кто обращает внимание. Это, в общем, демонстративное такое поведение, поведение. Мне кажется, он делает это неосознанно. Да, вряд ли. Рыгает отрыжка неосознанно у него происходит? Уже нет, он просто уже привык делать. На самом деле, конечно, в случае со всякими отрыжками, кривляниями и прочее, чем вот тут точно ноль внимания, пут презрения, то есть никакой реакции лучше не давать. Да, это самое сложное, это самое сложное. На самом деле, вот это вот ноль реакции, это кажется, что ну, что, сиди, не реагируй. Но это очень сложно, потому что это очень бесит, это очень сильно раздражает. И в этот момент главное перетерпеть две недели, 14 дней без реакции вообще. Это не значит, что ребенок полностью перестанет кривляться, он найдет что-то другое. Потом найдет, не знаю, матерные слова начнет публично говорить или там, он найдет другой способ. Но главное, что тот у него не закрепится. Как раз вчера он принес на два замечательных слова. Классно. На букву П оба. А чем чреватым... Вспомнить, одно вспомнила, а второе нет. Ну, допустим. А второе, оно же только в мужском роде. На букву П видишь, как многообразие. С окончанием, если переводить на русский, мячик. У всех сработало, да. Ну, если честно, вот мне кажется, мат как раз это то, на что стоит забить с самого начала. Потому что 100% всех детей, особенно, кстати, идеальные девочки-ангелочки, вот они, да, любят. Все они пробуют свою взрослость и силу в том, чтобы употреблять матерные слова. И начинается это примерно в семье, в школах, да? Ты знаешь, это по-разному происходит, а в некоторых в садике, знаешь, у кого есть старшие братья или сестры-подростки, в целом, это так и должно быть. Вот если родители ко мне приходят, кто говорит, мой, никогда, он вообще не знает матерных, моя девочка. И тут я понимаю, что там пропасть между родителями и детьми, потому что дети все равно эти слова слышат, все равно они где-то нет-нет, да их скажут. Вопрос в том, что они просто не приносят это домой. Поэтому, когда мне, например, мои дети говорят, мам, может, я тебе расскажу анекдот, но он с матом. Ты что говоришь? Конечно. И я могу с детьми слушать в машине песни Моргенштерна о Райте со старшими, со старшими, не с маленькими, которым 11-10 лет, с сыном, который старше, мы ходили на концерт Эл-Джея, и он знает, что со мной это безопасно. Я не буду, ничего нет страшного в этих словах. Мы не ругаемся так дома. Он знает, где их уместно употреблять, а где нет. Ведь главное, это правило уместности. Если ты условно со своим мужем дома, вдвоем, без детей, и тебе на ногу упала, что, тарелка, и ты выругалась, все понимают, это уместно. Никто не придет, это нравственная полиция и скажет, Наталья, но если ты начнешь везде, то это будет неуместно. То же самое важно передать детям, что да. Но нужно говорить с ними об этом? Да, да. я тебе сообщил важное слово. И ты такая. Первое нужно узнать, а ты знаешь, что это значит? Очень многие дети не знают, что это значит. И они думают, что это что-то вроде дурак или дебил. А как, что сказать? женский половой орган? Да. Ты знаешь, что это такое? Нет. Вот это женский половой орган, который мы обычно, нормальные люди, называем влагалищем или вагиной. А это пенис. Вообще-то ты знаешь, что вот это слово означает пенис. А когда говорят, сейчас у подростков модно, я не знаю, кстати, какой у нас формат, но я скажу. Нормальный, да. Говорят, что типа, отсоси. Я прям спрашиваю, а ты знаешь, что имеется в виду отсосать? Ты знаешь, в чем? Вот ты кому-то говоришь, например, отсоси. Это подразумевает, что ты хочешь, чтобы этот человек, говорит, ты это имел в виду сейчас? Я не знал, это просто слово. Когда мы объясняем, какое значение у этих слов, чуть-чуть они хотя бы фильтруют. Плюс у нас, например, в семье есть правило, что матерные слова говорить можно, кроме ситуаций, когда рядом девочки, когда рядом взрослые и когда рядом малыши. Условно, в своей пацанской компании, допустим, 13-леток, ну, если ты кого-то пошлешь, то, возможно, даже лучше, чем если ты будешь два часа стоять, объяснять, извините, пожалуйста, простите, ради бога, меня вот такое неловко замечать. Иногда надо. Но у меня вопрос. Все равно дети, это дети, правила существуют для того, чтобы их нарушать. Вот дети получили такое разрешение где-то употреблять такие слова. Но раз мама разрешила, ну, она же разрешила, ну, вот я скажу при Зинаиде Ивановне еще, ну, она же разрешила. Ни разу такого не было. Да? Ни разу. В твоем случае. Я знаю только те случаи, когда детям полностью запрещают что-то, они хотят это делать. И они хотят это делать. Вот я сделала эту ошибку. Какую? Ну, вот спросила, где, скажи, заставила сдать друга. Я не считаю, что эта ошибка просто это не нужна. Сказала, что я, чтобы я не слышала больше этого слова, вот я так сказала, Тёме, вчера. Хорошо, что я теперь, когда мне следующий раз... скажешь, слушай, помнишь, мы с тобой обсуждали, я не люблю мат, ну, мне не нравится, у меня уши вянут, когда я слышу мат. Я даже знаю так сказать. Давай, давай как-то вот попробуем, при мне не надо, вообще при женщинах это не очень уместно, при взрослых людях это не очень уместно. Конечно, может быть, в твоей тусовке друзей когда-то может возникнуть ситуация, что захочется выругаться. То есть, дать ему эту свободу. не то, что ругайся матом, но что может возникнуть ситуация, иногда такое бывает, мы все не святые, мы все иногда что-то не уследили там на эмоциях, да, но, пожалуйста, вот со мной, с взрослыми людьми, там, с девочками или с малышами, с твоим младшим братом не надо. Это неуместно, это некрасиво, мне неприятно это слышать. Когда мы едем в машине вдвоем и кто-нибудь из моих детей, я не знаю, сказал, а включи инстасамку, пусть лучше они со мной её слушают, мы с ними разберём значение этих слов, что вообще это значит, откуда это взялось, чем я буду просто запрещать, и они всё равно реализуют эту потребность. В любом случае, ну, если им интересно, ну, просто они пойдут в интернет погуглить и вобьют, что значит вот какое-то слово, как ты думаешь, что им вылезет в картинках, например? и он будет выглядеть не так, как в учебнике, поверь, это будет что-то не очень хорошее. Поэтому, на мой взгляд, просто запретить не работает эта схема. Так что в следующий раз ты можешь сказать, а ты знаешь, что ты знаешь. потому что, вот, Тёма тоже очень любит, Веля такой есть, исполнитель, и ты понимаешь, и я когда услышала в его песне вот это слово, которое мы с тобой сегодня обсуждали, от Соси, я подумала, что я просто теряю сознание. Как это? А Тёма фанатеет, он знает все его песни, и он действительно не знает значение этого слова. И что я сделала, адекватная мать? Я просто сказала, Тём, а эту песню ты больше не слушай, пожалуйста. Вот именно, меня это очень, мне это не нравится. Вот это ему и скажи, мне это не нравится. Потому-то, потому-то, это базируется на таких-то моих ценностях. Но просто не ожидаешь, что он после этого такой, хорошо, мамочка, больше никогда в жизни я не буду слушать и не произнесу этого слова. Чтобы хранить твои ценности. Конечно. И только твои. А на свои ценности, Я забью мужской половой орган. Да, я так и скажу, мальчики, неприлично так говорить. Нужно сказать, пенис, мы же понимаем, что это нереально. Зачем предъявлять к ребенку те требования, которые он никогда не сможет выполнить? И, конечно же, можно вспомнить себя. Абсолютно. Я, когда выросла, я переслушала песни мальчишника, которую я слушала. И там, я могу сказать, что Маргенштерн нервно курит в сторонке, потому что там были что-то и на голове, я имела ее тоже. И мы вот такие. И когда я ее слушала, и ничего, как-то выросли, ты знаешь, и высшее образование с красным дипломом получили. Разное было. Это не влияет напрямую на то, какими мы вырастим. Можно не ругаться матом и пойти не по той дорожке. А можно ругаться матом, но при этом стать академиком. Прямой связи нет. Плавно переходим к пубертату. 11-12 лет. Да. И это, конечно, с 10, да, я читала. Да, бывает с 10 уже. У девочек иногда с 9. Раньше, чем у мальчиков. Да. Не всегда, но да, бывает первые звоночки. Есть какие-то правила быть рядом, поддерживать? Если он хочет сделать себе пирсинг, татуировку в этом возрасте, гулять всю ночь, вот как бедным родителям реагировать и как вообще это пережить? Ну, основное правило это больше слушать, чем говорить. Это не тот возраст, когда ваши длительные нотации будут восприняты адекватно вашими подростками. Как правило, лучше больше спрашивать, а что ты думаешь, а как ты чувствуешь, а что ты хочешь, а почему, а какие твои цены. Ну, то есть, интересоваться больше тем, что с ним происходит, вместо того, чтобы просто садиться и читать нотации. Второе, это дистанцию скорее нужно увеличивать. С подростком, когда мы в таком плотном слиянии, во-первых, нам тяжело переживать изменения ребенка, потому что мы это воспринимаем как удар себе в сердце. И угрозу. Угрозу себе. Спокойствие в жизни. Поэтому классно, если, когда ваши дети подростки, у вас есть хобби или работа, то есть, хоть какое-то место, где вы с безопасного расстояния можете наблюдать за тем, как растет ваш ребенок. Увеличивать, ты имеешь в виду отдавать больше свободы? Да, и себе в том числе. Если вы все детство мечтали, не знаю, заниматься бальными танцами, но у вас не было времени, пока ребенок маленький, вот пубертат, самое время. Пожалуйста, начните заниматься тем, что вы давно откладывали, о чем вы мечтали. Чуть-чуть увеличивайте дистанцию, потому что смысл взросления в этом и есть. Мы потихонечку отдаляемся, очень аккуратно, спокойно, да, оставаясь на безопасном расстоянии. На расстоянии вытянутой руки. Да. Если ситуация такая, что ребенок хочет отдаляться, ну, условно, закрыться у себя в комнате целый день в наушниках, слушать какую-то ерунду, или целый день гулять с друзьями, то есть, ребенок пытается отдалиться, а родитель такой, нифига, и вот так за ним бежит, то ребенок еще больше будет, то есть, ему еще больше нужно выцарапывать свою взрослость, выцарапывать свою свободу. Желательно делать так, что даже, вот вы отдаляетесь, и ребенок сейчас стоит на месте, вы чуть-чуть отдаляетесь, это не значит, что вам наплевать, это значит, что вы уважаете, моему ребенку сейчас нужно больше пространства. И тогда это расстояние между вами регулируете вы оба комфортным образом, и допускайте, что, да, он идет в свою жизнь, пока вы рядом, все окей, если что, вы поддержите, но если вы будете вот так ходить за своих подростками, то, кроме того, что он сбежит, а часто подростки сбегают из дома, именно тогда, когда это вот уже тебе наступают на пятки, и хочется вообще всех послать. Вика, ну а если он целый день сидит в своей комнате, и ты вообще не знаешь, что он там делаешь, и не идет на контакт, вот ты пытаешься хотя бы там раз в день зайти, о чем-то поговорить, а он, мам, ну не до тебя, можно я сам? Иногда, если такой день, два, три в целом, ну обычно это не страшно, если у него хоть как-то продолжается учеба, хоть как-то вы видите, что он не только в комнате, у него есть реальные друзья, это очень важно. Не только из интернета. А не только из интернета, что у него есть реальные друзья, с которыми он, не знаю, встречается, гуляет, они приходят к вам в гости и так далее. То и окей, иногда важно. Но в целом, я знаю, что когда ты даешь эту свободу, когда ребенку не нужно его царапать, он сам придет. Он сам в какой-то момент вылезет из своей комнаты, говорит, мам, есть что поесть? И пока вы едите, вы можете парой фраз переброситься, спросить там, как дела. Обычно, если не давят на ребенка, то у него и не возникает агрессии ответной. И плюс, если родитель сам чем-то занят, если весь смысл жизни родителя это подросток, подросток будет этого очень избегать. А если мама, ну не знаю, сама по себе чем-то интересно, пришла с работы, с горящими глазами, говорит, сегодня такое было, короче, слушай, а вот где-то он сам будет интересоваться. Это нормальная история, просто родителям страшно переживать это отдаление. Кажется, что они отдаляются до разрыва. Кажется, что вот сейчас все рухнет, мы вообще потеряем связь. Но, как правило, этого не происходит, если вы стараетесь выстраивать хорошие отношения. Но все равно, как понять, что ситуация вышла из-под контроля? Какие звоночки? Ну вот, ты предоставила ему свободу, он сидит в своей комнате, что-то там делает, ты не знаешь что. Нехорошие мысли, нехорошая компания, а ты этого не знаешь. Вот где звоночки, как понять, чтобы вот не упустить в этом смысле ребенка? Ну, если ребенок не общается ни с кем в реальной жизни, с реальными людьми. С реальными, вон, с Колей, с Васей пошли, покурили. Пошли, покурили, пригласите к себе домой. Друзей надо держать близко, врагов еще ближе. Это самая большая ошибка родителей, запретить с кем-то дружить. Я считаю, что запрет на общение Я сейчас в своей маме. Мама, запрет на общение может быть оправдан только в том случае, если вы точно знаете, что это, ну, я не знаю, наркотики поставляет человек. Да. То есть, есть прямая угроза жизни. От того, что вы услышали, что какой-то Вася, где-то курит около школы. Ничего, пригласите к вам домой и посмотрите, как они общаются. Вы можете в реальном общении увидеть, что это на самом деле классный парень. Ну, курит, ну, фиксник. Ну, пубертат у него. Ну, пубертат, ну, где-то, даже если, предположим, курит. Ну, мы знаем кучу взрослых людей, которые курят. И мы с ними дружим, общаемся, и нам не кажется, что это отбросы общества, с которыми нельзя общаться. Я не представляю, что какой-то взрослый человек, я больше не буду общаться с подругой, потому что она курит. А если он пришел к вам в гости, и ты поняла, что это не классный парень? Значит, пусть общаются и приглашать еще к вам в гости. Любое. Вот смотрите, в подростковом возрасте, как только вы сели и начали говорить, с этим общаться нельзя, что будет ребенок делать? Хотеть с ним общаться еще больше. Потому что подростковый возраст, это период сепарации. Сепарация, это отделение от родителей. Как можно самым легким способом отделиться от родителей? Это делать то, что они тебе говорят, не делать. Это плевать на их ценности и всячески выражать свой протест. То есть показывать всем своим видом, я не такой, как вы, я другой. В семье академиков, где сверхценности образования, обязательно какой-нибудь подросток скажет, видал я всю вашу учебу вообще, и все вы, значит, это будет. Он потом вырастет, может все равно принять эти ценности, но в подростковом периоде как он еще может сказать, что я не такой, как вы, вот вы академик. Или вы хотите, чтобы я не дружил с этим человеком, а я просто, потому что вы не хотите, буду вам это, буду сопротивляться. И чтобы сейчас успокоить всех родителей, со мной и с моей сестрой в подростковом возрасте многие родители а-ля правильных таких детей запрещали общаться. Почему? Потому что, когда наша мама увидела, что мы собираемся на лестнице, тогда подростки собирались на лестничной клетке, типа мы сидели, ну не все, кто-то курил, кто-то нет, кто-то пил какие-то энергетики, кто-то нет, ну все по-разному, но ничего на самом деле такого ужасного там не происходило. И когда она увидела, что мы сидим на лестнице, она говорит, вы что, у вас дома нет? Пригласите своих друзей домой, дома собирайтесь, вы что сидите, как какие-то эти, не пойми кто, да, пригласите домой. И родители, вот у них дома собираются какие-то непонятные компании и так далее. Ничего там ужасного не происходило, наоборот, мама была спокойна, что она знает, что ее дети здесь, что она знает друзей, она знает, с кем поговорить, если что. Это было довольно безопасно. Ни я, ни моя сестра не пробовали наркотики никогда в жизни. Ну где-то мы, что-то мы, наверное, курили какие-нибудь сигареты, там где-то мы, возможно, что-то выпили, но ни в каком, ни в 12 лет, то есть в каком-то таком возрасте уже. Вот смотри, вот я даже вспомнила историю своего детства, когда, значит, мою одноклассницу, девочки там из параллельного и старшего класса вот собрались в группу и избили там ее из какого-то мальчика, но они между собой дружили. Вот там три девочки взяли и избили одну. Что, их разъединить, ты думаешь, что они не общались? Ну а как? Вот такая ситуация, вот как отреагировать? Вот плохо отреагировать, это очень плохо. И что, разрешать дальше общаться? Хотите, чтобы ваши дети уходили из дома и обманывали, запретите им что-нибудь. Очень легко, но с подростками это не работает. Это не семилетний ребенок, которому ты запретила, он реально такой не знает, ну блин, не знаю, что делать. Подросток найдет, он будет общаться в социальных сетях, в мессенджерах, он будет сбегать из дома и так далее. а стоит ли просто объяснить своему ребенку, что может ты не будешь с ним общаться, потому что вот он делает такие-такие вещи и ничего, жизнь его не учит, он все равно продолжает это делать и плохо на тебя влияет. Вот это плохо на тебя влияет, вы говорите, вот это плохо на тебя влияет, как будто там... Тебе стало плохо, да? Да, не сразу плохо. Мне можно сказать, я переживаю за тебя, я вижу этих людей, я вижу, что эта компания, там они не знают, что курят, занимаются беспорядочным сексом, ну и так далее, что-то еще. Я переживаю за тебя. Он скажет, ну ладно, мам, ну переживаешь, я понимаю. Да, и вы поговорили, и вы не разрушили отношения. И если он вляпался во что-то... И он пойдет в беспорядочные связи вступать. Да скорее всего нет. Люди же не просто так вступают в плохие компании, не забывайте. Так, поподробнее. У каждого подростка есть потребность быть частью стаи, быть частью какой-то тусовки, компаний. Это очень важно, это жизненно важно, это наша витальная потребность. Человек по одному без своей стаи выжить не может. Поэтому природа сделала так, чтобы у человека была огромная потребность чувствовать себя своим, среди своих. Если у ребенка есть эта компания из, допустим, кружка или секции, которой он занимается, не знаю, спортивной, музыкальной, художественной, неважно, или какой-нибудь лагерь, в который он ездит с какого-то возраста, у него там своя тусовка из лагеря, или это компания, что, допустим, родители, вот у многих было, кого на дачу отправляли, и там была на даче все лето, одна определенная компания детей, которые все приезжали, они общались. Или это может быть волонтерская организация, объединение, компания, ну то есть какая-то по интересам. Если она есть, если его в этой компании принимают, если он в этой компании значимый, ну вряд ли он пойдет в социальную историю. То есть занимайтесь Но если ребенок одиночка, если у него меньше трех друзей в классе, это вот тоже, ты спрашивала про симптом того, что что-то не так, если меньше трех реальных друзей, то он будет примыкать, ну, кому придется. Кто возьмет. Кто возьмет. Тот, кто ему скажет, ты классный, мы тебя любим, таким, какой ты есть. И если в семье его постоянно критикуют, говорят, ты не такой, не сякой, ты фигово учишься, мы тебя не принимаем, с твоим пирсингом одеваешься, ты ужасно, что за говно, ты слушаешь, матом не говори это, не говори и прочее, он найдет людей, кто его принимает таким. И пойдет, они его обнимут своими матерными словами, обласкают, и все будет у них хорошо. Человек, который чувствует себя принятым в своей стае, ну, редко он пойдет в тяжелую какую-то историю. Это огромная редкость. И если у него в семье с родителями близкие отношения, он знает, что он может им все рассказать, он знает, что он может с ними послушать матерную песенку, он знает, что, ну, да, что с ними безопасно, что они принимают его таким, какой он есть. Я, кстати, не считаю, что это ошибка. Даже когда он вдруг его начнет засасывать вот эту компанию, он придет, скажет, слушай, я, вот так мои дети, например, было, что мой сын пошел за нас с футболом, а там спортсмены, футболисты, которые, ну, постоянно матом говорят, просто постоянно, просто даже тренер там с ними матерился и все такое прочее. И мой сын пришел, он говорит, я не могу туда ходить, там все матом постоянно, просто постоянно. Но если бы я до этого ему все это запрещала, с ним не обсуждала, он был бы в восторге, да? Да, то, о-о-о, я нашел, где можно это сделать, да? Создавайте безопасные отношения дома, и тогда вам разрешайте дружить, знакомьтесь с друзьями, приглашайте домой. Если все говорят, это ужасный человек, поговорите с своим сыном. Как ты думаешь, или с дочкой? Как думаешь, почему он себя так ведет? Так думаешь, почему... И я, например, разговаривала с своим сыном относительно некоторых ребят, кто в классе, или в садике, ну, там вот, с кем запрещали общаться? Я говорю, как думаешь, почему он такой? Он говорит, ну, я знаю, что у него бабушка умерла полгода назад, и он очень переживает. Я говорю, как думаешь, может его пригласить куда-нибудь, может куда-то сходить? Ну, может быть. То есть важно развивать критическое мышление. Когда мы просто все разрешаем или все запрещаем, мы не развиваем критическое мышление у ребенка. Критическое мышление – задуматься. А на самом деле, как я думаю? А на самом деле, какой этот человек? А почему он такой? И, как правило, если мы вот так с ребенком выстраиваем диалог, если мы заставляем его голову работать, то он не впутывается в такие ситуации, потому что он может вовремя критически оценить, что происходит. А если он привык, что за него решают, с кем ему общаться, что ему носить, как ему делать уроки или не делать уроки, чем он будет заниматься и с кем он будет дружить и прочее, у него собственное критическое мышление не развивается. На мой взгляд, если, ну, условно, ребенок попал в реально ужасную компанию, где все наркоманы его подсаживают на тяжелые наркотики, то единственный вариант это брать ребенка и уезжать из этого города или страны. И во всех остальных ситуациях, где-то кто-то курит, кто-то ругается матом, обсуждайте, почему так, а с кем ты хочешь реально общаться, а как ты себя чувствуешь там, почему именно эти люди, мне интересно. То есть, если бы мой сын общался только с такими, условно, детьми, мне было бы интересно, почему? Ну, он скажет, ну, не знаю почему, с нами прикольно. Да, а что прикольного? Они курят, ругаются матом. Они так не говорят. Это мои друзья. Вот, да, а еще ребенок может сказать, а я слышала, что твой друг или твоя подружка тоже матом ругалась, или что, а вот твоя, например, подружка курит, ты же с ней дружишь, и тут начинается разговор, про который я говорю, с подростками, вы меньше говорите, больше спрашиваете, и тогда им с вами безопасно. Одни запреты, к сожалению, это не работает. Я могу сказать, что какое-то время я плотно снималась детской подростковой безопасностью в интернете, и на улице, и много чего изучала по этой теме. И вот всякие страшные истории, когда 15-летняя девочка уехала с каким-то 48-летним мужиком в Краснодарский край, они начинаются с того, что приходит отец, у него пропала дочка, он говорит, я вообще не знаю, где она могла с ним познакомиться, я запрещал любые соцсети, и мы находим 9 тайных страничек этой девочки в соцсетях. Было отцу спокойно, что он такой молодец запретил? Было. Уберегло его это? Нет. Поэтому запреты не работают. У самых строгих родителей дети самые искусные лжецы. Хотите вранья, хотите вот таких побегов не пойми чего, просто начните все запрещать. И тогда вы обезопасите свою нервную систему. Будет казаться, ну я же запретил. А еще лучше предлагаю тебе даже сделать такое упражнение. Выписать на листочек в одном столбике все, что тебе запрещали родители. Я уже вспомнила много. Курить, пить, ругаться матом, краситься, общаться с кем-то, неважно. А во втором столбике что из этого ты все равно делала? Да, я помню, как я стирала помаду в подъезде. Да, ну это просто не работает. Если бы это работало, поверьте, я только за доказательные практики. Если бы запреты работали, я бы сказала, запрещайте. Вот это запретить и вот это. Но, к сожалению, так не получается. Кроме того, что мы рушим доверие со своими детьми, не происходит ничего. как ты думаешь, что твои дети расскажут о тебе в кабинете у психолога? Я уверена, что они расскажут что-то вроде, что у них была конкуренция с братьями. Например, старшие могут рассказать что-то вот был маленький, ему больше разрешали или вот что-то такое. Потому что есть разница в возрасте и они иногда это говорят. Я думаю, что они могут помимо этой конкуренции с братьями сказать что-то вроде может быть. Не уверена, может и не скажет. Но если вот так подумать, может быть, что мама была публичная жизнь. Что мы ходили по улицам, а к ней подходили, ее узнавали и сейчас им это нравится. Но в какой-то момент может быть они скажут блин, я бы хотела, чтобы меня никто не узнавал на улице. А так их узнают и без меня. К ним подходят и говорят, ой, а вы сын Вики Дмитриевой. А он может и не хотел такой популярности. Сейчас может быть ему окей, им прикольно. Они все растут в эпоху видеоблогеров, знаешь, там всяких ютюберов, которые, ой, меня узнали на улице. Кто его знает? Может быть, в 15 лет, когда он целуется с девочкой украдкой где-нибудь, он не хотел бы, чтобы его узнали. Быть узнанным. Поэтому, может быть, что-то такое они и пожалуются. Но я думаю, что подарить им на 18-летие каждому курс психотерапии мы не можем терапевтировать своих же. Да. Это был очень интересный разговор. Мне тоже было интересно. Время просто настолько незаметно пролетает, говорить бы и говорить. и я знаю, над чем мне работать. Для себя много полезного. Тема, я объясню тебе, что такое сломано букву П сегодня же. Удачи. С вами была ваша Наташа. Спасибо, что смотрели нас. Поддержите нас, пожалуйста, лайками, комментариями, подпишитесь на канал. Мы подготовили для вас очень много интересного. ets. Кто думал, что умеет,